Мы приехали на четыре дня в Мельбурн, Австралия. Пойдемте смотреть город. В этом выпуске мы будем много гулять по городу, посетим самые известные места, покатаемся на трамвайчиках, попьем кофе у пирса, съездим на дегустацию вин в Яровале, поиграем в местном казино, встретим 2023 год и все время будем вкусно и много есть. Ехали в Мельбурн, заселяемся в наш первый отель, 418 номер, в общем, заходим. В общем, добро пожаловать по путешествию по Мельбурну, мы будем здесь четыре дня и три ночи, приехали на вот эти выходные, касательно Нового года, завтра 31 декабря, едем в Яровале, это рядом с Мельбурном буквально часик езды, на дегустацию вин, вот так мы решили провести последний день в этом году, а сегодня мы приехали сюда уже поздно, потому что наш самолет был задержан, в общем, поменялся рейс, в общем, все такое. У нас времени буквально чуть-чуть просто поесть, прогуляться, но погода хорошая, поэтому мы сейчас сразу пойдем. В общем, Мельбурн очень популярный в плане именно местного туризма, все сюда ездят, потому что здесь очень много крутых ресторанов, всяких улочек, красивые здания, архитектура красивая, в общем, кофе вкусный, но мы пойдем все это разведывать. Наш отель находится, можно сказать, в центре города, весь Движ Париж в пешей доступности. Мы решили пройтись посмотреть, что входит в стоимость нашего отеля, помимо комнаты. В общем, красивая такая местность, можно поиграть в бильярд, что-то приготовить на кухне. В общем-то, мы здесь всего лишь на одну ночь, но, в принципе, я вам показала уже комнату, то есть минус. Отельчик очень даже приятный, чистенький, опрятненький, стильный. Ну, видно, что новый. И немаловажно, что он в центре прямо, прямо в центре в центре, отсюда в пешей доступности все находится. Данила нашел по Google Maps классный ресторанчик, в общем, и она, оказывается, через дорогу прямо находится. Прямо все-все есть. Какие интересные здания, балконы вон как торчат. Очень интересно. А вот наша картошечка-ресторанчик. В Мельбурне все красиво выглядит. Вот, смотрите, как их задекорировали. Вообще очень красиво. Кроссроуд прям. Классно сидеть здесь. А что самое интересное, это первая кафешка-ресторан, куда мы зашли. Турецкая еда. Выглядит обалденно вкусно. Цены, я бы сказала, средние. У нас на районе дороже рестораны. В общем, и все очень атмосферно, чисто, красивый интерьер. Пока мне все нравится. Открываем меню. И сразу в глаза падает вот эта вот тарелка с рисом и кебабом. И еще мне понравилось тут, пожалуй, и вот эта с ногой. Очень вкусно. Вкусно выглядит. Традиционал персидские рецепты. В общем, нам принесли столько риса. Очень много. Вот, куриная ножка. И здесь ягненок с рисом. И по 21 доллару стоят вот эти вот тарелочки. Видно, что эта куриная ножка прямо медленно томилась. Мясо прямо сходит с кости. Очень, очень вкусно. Ммм, какая сочная. В общем, нам все понравилось. Мы поели, идем отдыхать. Завтра у нас длинный день. Мельбурн! Ей! Добро пожаловать в Яровале. Мы только приехали на вот этом автобусе. И у нас три остановки. В общем, здесь мы будем 50 минут. Пробуем вино. Попьем водички. Погуляем. И все. И едем в другое место. Все время дороги нас сопровождал водитель своим голосом. Рассказывал нам про все винодельни. Про вообще сорта вин. Ну, дальше идем пробовать. Как говорится, разговор разговорами, но уже ближе к делу. На входе бесплатная фильтрованная вода. Сейчас будем дегустировать. Как же приятно все-таки наслаждаться таким видом на виноградные поля. И пить вкусное вино. В общем, сейчас покажу, из какого винограда сделано вот это винишко. Вот растет виноградик. И прямо отсюда сделано этот винчик. Все, приехал наш автобус. Едем на другую локацию. Ну, кстати, на другой локации тоже самое все. И вайнерия номер два. Сейчас будем обедать. И с винишком, конечно. Здесь прямо все красиво, как в ресторане. Красивая барная стойка, красивые поля рядом. В общем, достаточно все солидно. Вы любите, Дэниэл? Это поманта. Очень вкусно. Обед у нас из одного блюда. Можно было выбрать на выбор либо это будет лосось, либо ягненок. Мой выбор пал на рыбу. Дэни взял себе ягненка. Мы решили попробовать разные блюда. Так вот, друг дружки, скажем так. Я с красным вином пиногрис. После обеда мы поехали уже на третью винодельню. Ближе к полудню стало прямо очень жарко. В общем, под конец мы прямо устали дегестировать, начали сливать вино. Немножко захотелось уже отдохнуть от такого вот времяпрепровождения. И примерно к пяти вечеру мы вернулись назад в Мельбурн. Все, наконец-то мы пришли отдыхать. Второй день в Мельбурне. Мы заселились в второй наш отель. В общем, с балкончиком. Немножко побольше, чем предыдущий. Ну, как бы значительно побольше, скажем так. Сейчас покупаюсь. Приехали мы только с дегустацией вина. Если вам интересно посмотреть, как это все происходило в посылочке, здесь можно. Вот. Мы немножко отдохнем сегодня. У нас 31 декабря. Взяли по пути пару этих нудовцев. Ну, это что-то такое вроде нашей медвинки. Красивый балкончик. Сразу такая зелень прямо, чуть ли не тропическая. Не, 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 не. Мельбурн. Мне пока все нравится. И, кстати, там дальше покажем очень красивые яхты и рестораны на берегу залива. Красота ляпота. Красота ляпота. И вот наступил 2023 год. В Австралию он приходит одним из первых. В общем, были салюты у нас на воде. Там, где мы сняли отель. И салют именно в центре города. Шумно. Куча народа. Мы посмотрели салют буквально 3 минутки и пошли отдыхать. Мы только вышли из дома, мне попало что-то в глаз. Я до сих пор не могу проморгаться. Так болит? Вот. Короче, этот. Решили подъехать на трамвайчике. Очень классный. С кондиционером. Супер. Мы купили 7-11. Называется Maki Kart. Это на все трамвайчики, которые здесь очень популярны. Везде они находятся по Мельбурну. В общем, мы две остановки на таком трамвайчике проехали с Айсом. В общем, решили купить. У нас осталось 2 дня буквально здесь по Мельбурну погулять. Но реально гулять далеко. А трамвайчики с кондиционером. Поэтому Maki Kart 7-11. И уже после того, как мы потратились на карту, оказывается, что все трамваи, которые находятся в центре, бесплатные. Только потратили 25 долларов зря. Мельбурн считается городом кофе, поэтому мы зашли попить кофе. Ну и пройтись просто. Если что-то попадется на глаза, то зайдем, думаем. Мне понравилась такая концепция пешеходных переходов, где прямо на полу показывается, когда красный светофор красным горит, а когда зеленый светофор зеленым горит. Очень актуально в наши дни, когда все смотрят телефоны и не смотрят именно прямо. Вообще интересная штука. Я первый раз только вижу, что платформочки загораются. Интересно. В общем, пока мы ходили, проголодались, решили зайти в один ресторанчик, называется Bolling Crab. Концепция этого заведения такова. Тебе приносят пластиковый фартушок и перчаточки, и вываливают еду прямо на стол. Стол накрыт одноразовой бумажной скатертью, которая после обеда просто выбрасывается. Ну, вы видите наш заказ. Креветки-ракушки, картошка-фри и краб из напитков кола и чай. Стоимость обеда затянула на 108 долларов. После обеда мы пошли дальше гулять по Мельбурну, и на этот раз мы зашли в самое известное заведение Crown Casino. Это огромный развлекательный комплекс. Мы решили пойти в кино на аватар, кстати, советую. Ну что ж, а теперь о вишенке на торте. Мы сейчас находимся в Grand Casino. Это самое известное казино в Мельбурне. И, в общем, люди тут тратят много-много денежек. Может быть, даже мы что-то поиграем. Ну, там, чуть-чуть. Вон люди сидят, тратят денежки. Место прямо огромезное. Столько автоматов и столько денег можно потратить буквально за считанные минуты. Я в шоке, сколько людей здесь. Мы вообще откуда будем играть? Нет? В Австралии прямо большой наплыв богатых китайцев, которым некуда девать свои деньги. К сожалению, в казино снимать нельзя, поэтому особо я ничего так и не засняла. Но, скажем так, мы потратили там 15 долларов. Ну, так как казино славится не только тем, что там можно потратить денежки, еще очень много буфетов различных. Мы решили пойти посмотреть, чем же нас тут будут кормить. Мы нашли два буфета. Один стоимостью 160 долларов. Но я решила, что столько я не съем, чтобы все-таки это было выгодно. Поэтому мы спустились на второй этаж и обнаружили немножко подешевле. Буквально 50 долларов на человека. Так как мы не бронировали столик, пришлось подождать в очереди примерно минут 20. Идем смотреть, чем нас угощают. Я, конечно, сразу за морепродуктами пошла. Крабы, креветки, всякие ракушки, мидии, салат-бар с роллами, много мяса и пицца. Самым вкусным блюдом для меня все-таки оказались вот эти вот крабы с чили-соусом. Последний день в Мельбурне. В общем, мы идем гулять, оставляем этот багаж на ресепшене здесь. В 6 вечера у нас самолет. Мы просто все посмотрим, поедим, потом вернемся назад и поедем в аэропорт уже. Сразу возле отеля мы зашли в кафешку, заказали кофе и круассанчики. И, кстати, там одна девочка из Казахстана оказалась, разговаривала она на русском языке. Причем она подошла и сказала, вы говорите по-русски? Потому что я услышала акцент очень похожий. По пути зашли мы в бар, называется Sherlock Holmes. Очень такой милый, уютный, находится в подвальном помещении. От пива наш аппетит еще больше разыгрался и мы решили перекусить. Нам встретилась такая интересная концепция фастфуда японского. Мы заказали горячую сковородку с мясом, рисом и яйцом. А из овощей был зеленый лук и капуста кимчи. В общем, смысл в том, что подают еще сырое мясо на сковородке. Но так как сковородка горячая, ты сам себе регулируешь температуру и поворачиваешь мясо так, чтобы было либо хорошо прожаренное, либо с кровью, можно сказать. Ну и, конечно, соль, перец, чесночный соус и чили соус. Ну и такой суп. Получается, блюдо обошлось нам в 24 доллара. Я хорошенечко заморила червячка. Дэниел сказал, что он нашел в гугле очень классную кафешку. Хочет там поесть бургеров. В общем, мы проходили. Оказывается, это такой вагончик. И там мы заказали в лаваше сыр с помидорой. Мило, вкусно. Нам понравилось. Так как мы оставили наши сумки в отеле, то мы уже плавненько начали двигаться в сторону отеля. Так как это наш последний день и вечером уже самолет. Последние три дня мы жили вот на этой набережной, можно сказать, в дорогом районе. Но постоянно почему-то ходили кушать именно в центр. Ну, мы решили взять кофе и попить его с видом на такие красивые яхты. В общем, кофе мне испортил впечатление. Абсолютно был никакой. Совсем не то, что ты ожидаешь от этого района. Мы забрали наш багаж и отправились на автостанцию. У нас есть вариант купить в аэропорт билет. Получается 20 долларов каждый билет стоит. Либо можно поехать на Uber. Uber получается тоже в 42 доллара. То есть на двоих человек. Но то же самое выходит. Мы решили выбрать SkyBus. И скажу, что это очень комфортный автобус. Двухэтажный, скоростной, с бесплатным, но очень медленным Wi-Fi. Ну вот и все. Наше путешествие подошло к концу. С вами были Таня и Дэниел. Пока-пока.